Микрорайон Алексеевский растет. Появляется все больше новых улиц. Проблемой остаются коммуникации. В 2011 году здесь построили канализационную насосную станцию на краевые и муниципальные средства. Части домовладений вложили в строительство подводящих сетей. На прием к главе Анапы пришли жители Камышовой и Кленовой, просьбой помочь со строительством 300-метровой трубы. Когда по набережной прокладывают, вот проложат этот, проложат, мы тогда сможем врезаться в эту набережную. А откуда он будет идти? А он вот на Таежной улице, вот этот уже колодец, уже провели. Там застройщик провел 300 метров вот этой трубы, вот этого коллектора, от Таежной до насосной, на стадионе. И остановился он на Таежной. Теперь нужно от Таежной до Солнечной 300 метров. Существующий коллектор резаться хозяева 69 домов не могут, так как их участки расположены под уклоном, а коллектор самотечный. Жителям надо объединяться в кооператив и делать проектную документацию. В таком случае можно рассчитывать на получение средств на строительство по программам софинансирования. У меня же должны быть аргументы. Я могу сказать, вот за людские деньги сделан проект. Нам сам Бог велел теперь добавить, ну на строительство понятно, что сумма будет больше намного, и сделать. Люди-то первый шаг сделали. Будет проектное решение, будем просить средств. Будем искать различные способы. Создание инженерной инфраструктуры – мероприятие затратное. Бюджетная политика в этом году такова, что средства расходуются на самое необходимое – выполнение социальных обязательств. Дмитрий Савин рассказал главе Анапы о строительстве воскресной школы при свято-вознесенском храме в станице Анапской. Стены стоят, а на завершение проекта средств нет. Сергей Павлович, он просит помочь найти инвестора. На сегодняшний день только в 12-й школе порядка 300 казачат. И когда даже добрая половина из них приходит к нам в храм, у меня нет просто даже помещения, где с ним не проводить работу воскресной школы. Поэтому это как бы вынужденно. Вы вообще не знаете о вашем беде? Ну это не беда, это наши какие-то определенные успехи, просто затруднения. Конечно, институт Виктор знает, что сейчас очень сложно, и он периодически приезжает, смотрит наши объекты, конечно. Хорошо, я подумаю. Да. Я был бы очень признателен, какая форма или возможные результаты. То есть это уже на ваше усмотрение, если это возможно. Хорошо, я подумаю.